Здравствуйте, дорогие друзья! Тема, которую мы выбрали, это воспитание детей, как это совместить с работой. Начну я со слов философа Виктора Кротова. Следующий раз. Семья — это место в приземлении для старших, стартовая площадка для младших и политон взаимоотношений для каждого. Проводился в России социологический опрос, и получились такие очень, ну так скажем, нехорошие цифры. То, что примерно на ребенка каждый день родители тратят всего, как вы думаете, сколько? 15. Больше, то есть 17. Почти угадали. Понятно, сейчас, наверное, вообще говорить про это очень сложно. Почему? Потому что большинство людей приходится много работать. Мне, как учителю, у меня жена, кстати, тоже учитель математики, семья учительская, дома приходится бывать не только после 8. Интерес у нас одинаковый. Почему? Потому что у вас дети 5 класса, у меня тоже девочка, классница, учится в школе. И я немножко, наверное, все-таки остановлюсь сначала на своем ребенке. То есть, как ребенка, ну так скажем, с ребенком пообщаться именно, если учитывать то, что я в 8 ухожу и в 8 прихожу. Первое, с чего я начну, это то, что, в принципе, сейчас у детей, у детей нашего возраста, и вы не удивляйтесь, у них, наверное, приоритетом все-таки потихонечку начинает становиться не семья, а друзья. Согласны, да? В данном случае, в прошлом году, еще в мае месяце, моя дочка всегда с удовольствием шла со мной в школу. Ну, у нас идти где-то минут 15, то есть за это время мы с ней спокойно шли, она рассказывала мне стихотворение, спрашивала, что-то пересказывала, то есть, в всяком случае, вот эти 15 минут, это, ну, время... У нас есть общение. Да, 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 ну, и 2 минуты после 8, когда я приходил домой. В этот год меня вообще очень удивило, то есть, 1 числа она как-то так с букетиками пошла со мной, но 2 сентября, вы сами понимаете, мы конкурсу довольно долго готовились, она почему-то отказалась, она сказала, можно я с Настей пойду? Ну, нам, как родителям, что? Пожалуйста. Вот. Следующее, конечно, чаще всего приходится общаться с детьми, это... Все равно при всем исходе, ну, так скажем, ребенок все-таки меньше, наверное, знает нас как учителей, ну, так же, меня как учителя-профессионала, так, про работу. А больше она видит, а чем папа занимается дома. То есть, если папа отдыхает, значит, увидим, он какую-то часть времени обязательно должен посвятить ребенку. То есть, в принципе, это какой-то совместный отдых, чтение книг, так скажем. Это, ну, так скажем, какие-то... Если мы идем гулять, то обязательно, если ребенок согласен, ребенок должен идти с вами. Меня теперь интересует, а как у вас свободное время именно отводится вот для... Может быть, вы, или сыренники, по-другому, и из-за этого. Ну, так что-то из-за этого никакие. Нет, это все, в принципе, идентично, даже как у вас. Единственное, что вопрос такой встает уже сейчас, когда ребенок начинает больше времени уделять своим друзьям и прислушиваться своими мнениями подруг, а не к мнению мамы, то встает вопрос, а как дальше? Чем больше мы можем своего ребенка, соответственно, тем больше мы его получим потом. Согласен. И поэтому как-то, ну, стараемся жертвовать работой своим свободным временем, как-то больше времени проводить с ребенком. Потому что здесь, мне кажется, даже в этом возрасте уже может ребенок натворить много области. Несмотря на то, что мы их считаем еще маленькими, на самом деле уже умеем принимать свои какие-то террористые решения. Например, мы, например, в школу приходится добираться или на машине, или на транспорте. И, как вы говорите, ваш ребенок уже отказывается с вами выходить в школу. Мы, например, тоже. Мама, не надо меня провожать, не надо меня собирать, я приеду на транспорте сама. Естественно, я как бы на это пойти не могу, потому что несколько раз переходить дорогу. Как бы я еще не отпускаю. Я еще стараюсь сама приезжать и добираться. Жертвовать чем-то другим. Меня вот точка зрения начальной школы всегда, ну так скажем, радует. Они, когда берут первоклашек, и когда выпускают четвертый класс, и четвертый класс приходит в среднее звено, в данном случае они говорят, «Так, это дети, ты уже не маленькие, это дети». Уже большие. Уже большие для них. Да, они большие, для нас они все равно большие. Да, да, да. Очень хорошо. Спасибо. Кто-нибудь еще хочет? Ну, я хочу сказать, вот, у меня работа позволяет, у меня график два дня работы, два дня отдыха. Ну, вот выходные дни мы снимем всегда, колебан, ролики у нас, там, классики. Ну, а если вот вечером, на столе у нас у меня шашки, и просто, ну, разное настроение, мы общаемся очень много с моим любимым. Мне муж помогает, он меня освобождает, в плите становится, например, а я вот с ним не думаю. Это как раз я и хотел спросить, как вам помогает мужья. Потому что я, например, когда есть свободное время, так скажем, я с удовольствием что-то приготовлю для семьи. У меня есть методический день. В этот день мы как раз, ну, так скажем, не работаем. Я обычно после обеда уже ухожу в школу. Но семья приходит всегда довольная. Почему? Потому что всегда готова. Все. То есть... Обязательно. Но все-таки, ваше мнение, ребенку в этом возрасте больше именно требуется, ну, так скажем, материнская забота или вот такой камерзный вопрос? 50 на 50. Здесь, во-первых, нужно вовремя остановить ребенка, если он что-то делает на этаже, ограничивать его в плане общения тоже ни в коем случае нет. Он должен сам себе выбирать друзей, сам должен себе выбирать, там, как бы, с кем ему дальше общаться вообще. И самое главное, наверное, знать просто, что, как бы, само по себе общение, то есть не надо говорить, что он плохой, не надо с ним общаться. Просто какой-то контроль, наверное, в этом возрасте еще должен быть. Вот это категорически делать нельзя. Может быть, даже наоборот, как бы, самим общаться с этими друзьями, то есть, как бы, смотреть, может быть, что-то регулировать. А так, в плане категоричности в этом возрасте, как бы, наверное, совершенно это делать нельзя. В коем случае. Ну, а то, что папа – мама, ну, мама, наверное, тоже, как бы, допустим, у меня мальчик, раньше вообще этого мамин, то с возрастом, вот уже к сегодняшнему, будем так говорить, ну, уже меньше мама, ну, как бы там что-то есть, больше папы, поэтому выходные, там рыбалочек с удовольствием с папой, там даже, как бы, вот, много времени достаточно. Ну, друзья, это, конечно, я считаю, что это очень нужно и важно, потому что в это время, в этом возрасте, наверное, нельзя не иметь друзей. Они к ним все равно тянутся, да? Дети должны тянутся. Конечно. И запрещать это ни в коем случае нельзя. Наверное, должны быть все. И дом, и семья, и разговоры, и родители, ну, и друзья, конечно, здесь просто, наверное, невозможно в этой жизни. Все должно быть в меру. Вот так я говорю. Ну, вот сейчас рекомендуют вообще, в принципе, для того, чтобы посмотреть, какие у ребенка друзья, это приглашать, допустим, детей домой, да. То есть, во всяком случае, не запрещать ребенка, если он приходит с друзьями, просто-напросто там, ну, поговорить, да, и, соответственно, попытаться познакомиться с родителями, детей. То есть, ой, друзей, да? Конечно. То есть поддерживать контакт между... Да, ну, в принципе, сразу он можно будет понять по ребенку. Если он вчера мыслил так, то сегодня у него уже что-то там проскакивает, значит, где-то уже что-то появилось, наверное, надо что-то как-то уже подключаться и что-то, может быть, разъяснять, объяснять или, не знаю, даже... Подсказывать, да, каким-то образом. У меня дело в том, что у дочки тоже двое подруг, две подруги, и ситуация получается какая-то такая, что они иной раз втроем соберутся вместе, как-то у них так вся дружба автоматически начинает портиться. То есть, то одна, а уходит отдельно, две отдельно, то другая. Девчонки-то, они вообще как бы много им не дружат, мальчишки-то они больше, как бы, вот их много, они им нравятся, когда много, потому что они в футбол и там все, а девочки-то они как бы, наверное, все-таки... Но, чтобы мы не согласились, вот мы уже восемь лет дружим, с детского сада, ну, я понимаю, все равно. Нет, две девочки, им больше ничего, а мальчишки, а мальчишки, наоборот, они как бы больше многое, когда... Девч-девч-девч-девч, да, чаще стремятся к новому общению, они очень быстро находятся в новых подругах. А мальчишки как бы больше не меняют, то есть, играют-играют, играют, чем девчонки. Ну, не как бы говорить о том, что у тебя там плохой друг или кто-то, но если дети вместе, вместе, наверное, все-таки они более одинаковые, то есть, они же нашли какие-то интересы. То есть, они рассказывают, мой хороший, а мой плохой друг. Да, да, да. Но если они вместе, значит, они... Что-то общее у них есть. Да, есть общее, поэтому тут, наверное, надо еще на своего прежде всего посмотреть, чем... Если у него нет друзей, то все равно он через это должен пройти. Значит, по идее, ну, как-то такую политику выбрать, чтобы он попытался этих друзей найти. Конечно. Ну, я думаю, надеюсь, у вас таких проблем нет. Так, ну, и понятно, что все равно от семьи, даже если у нас школа будет очень много времени отводить на воспитание ребенка, все-таки я считаю в большинстве своем, ну, так скажем, воспитанием детей идет семья, да. Хотя, хотя взаимодействие вот такое школа и семья обязательно должно быть, ну, так скажем, родительские собрания, может быть, какие-то консультации. Сейчас много служб появилось, у нас даже в поселке 150 человек школа и есть психолог, социальный педагог. То есть, в принципе, обращаться к этим службам полезно. Хочу я закончить следующей притчей. Можно я ее прочитаю? Очень интересная притча, она мне понравилась и, ну, забирая, так скажем, фактически долгу вину души. Про папу, как раз, наверное, про меня. С выражением, наизусть не могу, с выражением прочитаю. Как-то раз, один человек вернулся поздно домой с работы. Как всегда, устал и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет пятилетний сын. Ну, наши чуть-чуть побольше, два раза. Папа, можно у тебя кое-что спросить? Конечно. Что случилось? Папа, а сколько ты получаешь? Это не твое дело, возмутился отец. И потом, зачем это тебе? Просто хочу знать. Пожалуйста. Ну, скажи, сколько ты получаешь в час? Ну, в общем-то, пятьсот. А что? Папа, сын посмотрел на него снизу вверх, очень серьезными глазами. Папа, ты можешь занять мне триста рублей. Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал деньги на какую-нибудь дурацкую игрушку, закричал тот. Немедленно марк себе в комнату и ложись спать. Нельзя же быть таким эгоистом. Я работаю целый день, страшно устаю. А ты себя так глупо ведешь. Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбу сына. Так как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег? Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. Может ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да. Ну и с ними с 300 рублями. Он ведь еще вовсе, вообще ни разу у меня не просил денег. Когда он вошел в детскую, его сын уже будет. Прости. Ты не спишь, сынок? Спросил он. Папа успокоился, уже голос у меня изменился, да? Нет. Папа, просто лежу. Ответил мальчик. Я кажется, слишком грубо тебе ответил, сказал отец. У меня был тяжелый день и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил. Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Ой, папа, спасибо, радостно воскликнул он. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых блоков. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе и тщательно пересчитал купюры. А затем снова посмотрел на отца. Зачем ты просил деньги, если они у тебя есть, проворчал тот? Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, ответил ребенок. Папа, здесь ровно пятьсот рублей. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты вооружал вместе с нами. Действительно, смысл какой? Все-таки, ну так скажем, мы не все время, не семнадцать минут должны уделять нашим ребятам. Начнем потихоньку. Через неделю восемнадцать. Через две недели девятнадцать. Детям наше общение нужно. Причем вот именно в этом возрасте, я считаю, в пятый класс им сейчас очень-очень тяжело. Почему? У них новые учителя. У них предметов стало больше. Причем до этого, если бы у них был один всего учитель, сейчас стало много, так скажем. Ребята, ну так же, как и мы, наверное, в принципе, все равно клуб 3 вот именно сейчас испытывают стресс. И помочь им сможет. Ну, в первую очередь, это, конечно, прожить. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что в вашем семье всегда будет счастье, только добро. Ну и дети тоже, эти все счастливые добро, ну, получали от родителей. Спасибо. Спасибо.